И к другим темам. По сведениям, фисташковое дерево не требует много воды, а плодоносит тысячу лет. При этом фисташки, орехи которой на мировом рынке, называют зеленым золотом, выращиваются в основном в высокогорьях и на горных склонах нашей страны. В массиве Бабатох Сурхандаринской области можно увидеть фисташковые деревья, которым уже сто лет, и они до сих пор плодоносят. В массиве Бабатох Сурхандаринской области за последние пять лет создано 9,5 тысяч гектаров фисташковых плантаций. Более полутора тысяч в текущем году. 20 гектаров из них принадлежат Хайдархану Махмудову из Шурчинского района. По его словам, прошло пять лет с тех пор, как были посажены первые 3 тысячи плодоносных сортов. В этом году они впервые дадут урожай. На данный момент наш соотечественник ухаживает в общей сложности за 6 тысяч саженцами местных, а также иранских и турецких сортов. Урожай очень хорошего качества. Данные саженцы очень хорошо принимаются на багарных участках. Раньше при создании таких плантаций был использован не очень эффективный способ, поэтому ожидаемого результата достичь не удавалось. В настоящее время внедрём метод хранения семян фисташки в специальном мешочке в течение месяца в почве, смешав их с минеральными удобрениями. В лесном хозяйстве Боботах в общей сложности имеется более 77,5 тысяч гектаров площадей. На 32 тысячах полностью высажены фисташковые деревья. Планируем ежегодно на тысячах гектарах открытых площадей высаживать саженцы фисташковых деревьев. На данный момент у нас есть около 100 тысяч саженцев. До весны планируем полностью разместить их. Фисташковое дерево выдерживает жару до 50 градусов и мороза до минус 41. Каждая даёт более 60 килограммов урожая. В 2021 году в регионе выращено 25 тонн фисташек, 10 тонн из которых направлены на экспорт, что на 166% больше, чем в предыдущие годы. Помимо фисташковых деревьев методом траншеи шириной 2,6, глубиной 1,7 и длиной 70 метров выращиваются 400 саженцев лимона на склоне горной возвышенности с учётом направления ветра и солнечного света. Эффективность данного подхода в том, что траншея проветривается, что важно при высоких температурах воздуха. Также здесь мы применяем капельное орошение. Реализация подобных инициатив наряду с улучшением экологического баланса в горных и предгорных районах также позволяет создавать новые рабочие места.